Нести ответственность за собственных детей должны оба родителя, невзирая на статус брака. В данное время по области насчитывается около 8 тысяч алименщиков. 500 из них являются злостными и имеют долг в 39 миллионов тенге. В Центре правоохранительных услуг представители прокуратуры Западноказахстанской области провели очередной прием граждан по вопросам взыскания алиментов. Несмотря на то, что подвижки в решении проблемы есть, то есть должникам приходится разъяснять об ответственности за нежелание платить по счетам. Это не просто счета, это средства, которые помогают женщине, оставшейся одной из детьми, воспитывать их. Проблема невыплаты алиментов кроет в себе очень много социальных вопросов. Дело здесь не в работе или ее отсутствии, или даже моральных принципах. Сегодня к институту семьи перестали относиться как к фундаментальной основе общества. Спонтанно созданная семья также быстро разрушается. Только дети не должны нести ответственность за необдуманные поступки взрослых людей. Нами в этом году только за январь месяц уже привлечено 10 лиц к уголовной ответственности по статье 139 Уголовного кодекса и 5 лиц по статье 669 Кодекса об административных правонарушениях. Также нами взыскивается, когда уголовное дело возбуждаешь, должники начинают тогда только реагировать, то, что говорят судебные исполнители на это, и начинают выплачивать только тогда, хотя у них были возможности и до этого. Прежде чем принять решение в отношении должника, с ним проходит не одна встреча, на которой подробно объясняют все возможные последствия нарушения законодательства. К сожалению, только после этого неплатильщики алиментов начинают перечислять средства на содержание своих детей. Если и этого не происходит, тогда в силу вступают серьезные меры ограничения. Так, недавно гражданин получил решением суда 300 часов принудительного труда. С начала года вступили в силу поправки, определяющие ужесточение наказания за преступления, направленные против материнства и детства, в том числе за неуплату алиментов. Мера возымела действие. В январе текущего года прокуратуру области совместно с частными судебными исполнителями, а также с органами полиции задолженность по алиментам снижена с 42 миллионов тенге до 30 миллионов тенге, то есть в течение одного месяца. Тем лицам, которые злостно не исполняют судебные решения и не оплачивают алиментные платежи, мы их привлекаем к административной ответственности по статье 669 Кодекса об административных правонарушениях, а также по статье 139 Уголовного кодекса. Злостные должники могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности от двух лет ограничения до двух лет лишения свободы. Работа по взысканию долгов по алиментам проводится прокуратурой совместно с Центром оказания правоохранительных услуг и судебными исполнителями. Здесь в Центре правоохранительных услуг оказывается бесплатная юридическая помощь. Неограниченном количестве людей, да, то есть и вопросы тоже неограничены. Поэтому сейчас там подвести то, каких было много, очень тяжело, но на вскидку можно сказать, что да, алименты, неисполнение судебных решений, потом частного характера. Но я стараюсь в основном принимать людей и оказывать методическую помощь тем, которые остро нуждаются в социальные уязвимые слои населения. Еще одна проблема, с которой сегодня сталкиваются женщины. Некоторые мужчины не признают своего отцовства. В таком случае это устанавливается при помощи генетической экспертизы. После заключения специалистов, а также судебного решения об установлении отцовства, иск на возмещение расходов за экспертизу может быть предъявлен ответчику. Екатерина Шмидт, Алтенбек Танышкалиев, Алтенбек Кабделов, телеканал Акжаик.